МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Василий Морозов. Смотрите в выпуске. Очередной взлёт. В крае стремительно растёт цена на бензин. Дорога и милосердие. В Барнауле зажгли тысячи свечей в память о медработниках, погибших в Великой Отечественной войне. В России, в том числе и в Алтайском крае, стремительно дорожает бензин. По данным Росстата, рост цента фиксирован в 71 регионе страны, и в нашем он самый высокий. Так, средняя стоимость бензина по стране за неделю выросла на 17 копеек и на начало мая составила 40 рублей 43 копейки. Растёт и цена на дизельное топливо. Его литр за неделю также подорожал на 15 копеек. В Алтайском крае цена на бензин растёт даже стремительнее, чем в целом по стране. За апрель стоимость литра выросла на многих заправках на 20 копеек. Напомним, ровно месяц назад в нашей студии руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко говорил, что ближайшие три месяца стоимость литра бензина вырастет в среднем на 3 рубля. Это, безусловно, ударит и по карманам автомобилистов, и потребителей товаров и услуг, а также отразится на рынке авто и пассажироперевозок. Сегодня в нескольких городах края завершается отопительный сезон. Так, соответствующее распоряжение подписал глава Барнаула Сергей Дугин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, решение отключить теплоносители принимается после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура за окнами не опускается ниже 8 градусов тепла. Также с сегодняшнего дня батареи станут холодными и в Рубцовске. Решение главы города Дмитрием Фельдманом было принято 8 мая. Неделю назад представители Рубцовского топливно-энергетического комплекса говорили, что обслуживать теплоносители в межсезонье дорого, но при этом отопление полностью не отключали. Отметим, в Бийске отопительный сезон завершили еще 27 апреля. Почти в то же время такое решение приняли власти Змениногорска. Управляющим компаниям края раз в 10 дней придется проверять подвалы, погреба, подполья, подведомственных домов, а также технические этажи на загазованность. Все потому, что с 9 мая в России начала действовать новая инструкция по безопасному использованию бытового газа в многоквартирных домах. Инициатива вроде бы должна нести благо, ведь она направлена на предотвращение взрывов в жилых домах. К примеру, в Челябинской области только за последний год прогремело два взрыва, в которых погибли люди. Но руководители управляющих организаций новую инструкцию не особо приветствуют. Аргумент следующий. Для проверки исправности дымоходов и вентиляционного оборудования нужны квалифицированные специалисты. Таких в штате обслуживающих организаций нет. Это деньги. Это либо я должна заключить договор со специализированной фирмой, имеющей право вот это все выполнять, либо обучить своего специалиста, платить ему заработную плату, непонятно из каких средств, потому что это не заложено в тарифе на текущее содержание жилья, и проводить данные виды работы. Согласно той же новой инструкции, собственники квартир обязаны в любое время обеспечить беспрепятственный доступ к помещениям, где есть газовое оборудование. По словам Батыгиной, попасть без препятствий можно лишь в 90% квартир. Остальные либо находятся в аренде, либо их собственники ни под каким предлогом не готовы впускать в свое жилье посторонних. Тем не менее, руководитель управляющей компании отметила, раз инструкция принята, значит, исполнять ее придется. Жаль, что в очередной раз никто не подумал, каким образом резюмировала Батыгина. Почти 2 миллиарда рублей государственной поддержки получили сельхозпроизводители края, сообщает официальный сайт региона. Основная доля – это покектарные и молочные субсидии. Хозяйство получили средства также по направлениям овцеводства, табунное коневодство, племенное животноводство. Первый транш поддержки за приобретенные элитные семена дошел и до аграриев региона. В этом году финансировать их край начал в январе. Это на пару месяцев раньше обычного. Полученные вовремя средства хозяйство могли использовать при подготовке к полевому сезону. Бюджет Белокурихи прирастет на 30 миллионов рублей уже в этом году. Доходы вырастут за счет курортного сбора, надеется руководство города. Собирать деньги – 30 рублей за сутки пребывания – с туристов начали с 1 мая. Как это происходит на практике, что пока не отлажено и как нововведения восприняли гости Белокурихи, выяснял Илья Кочетков. Александр Малыгин приехал поправить здоровье целебными силами воздуха и минеральных волтов Алтая из восточного Казахстана уже не в первый раз. Говорит, дополнительный сбор стал неожиданностью, но не проблемой. Лишние пять минут на оформление платежа сбор оплачивается отдельно. И несколько купю потратил без особого сожаления. Я считаю, по уровню обслуживания этого курорта, это нормальная сумма. В течение 10 дней 300 рублей – это не слишком много с каждого человека. Гости санатория, с которыми мы пообщались, в основном сходятся во мнении. Курортный сбор по кошельку не бьет. За курс лечения обычно в 10 дней выходит 300 рублей. На фоне стоимости путевки в среднем 40 тысяч. С человека за 10 дней размер дополнительного расхода весьма скромен. Но ряд сотрудников санаториев отмечает, несмотря на широкое освещение темы в СМИ, для многих приезжих курортный сбор стал сюрпризом. Сколько раз я отдыхала в разных этапах, такого нет. Сумма вроде бы небольшая, но тем не менее. Я в силе оплатить. Ну, допустим, пенсионерам, я думаю, инвалидам. Вот я вообще являюсь инвалидом. Ну, я думаю, какие-то льготы должны быть. Оказалось, профсоюзная организация, отправившая женщину на отдых, о курортном сборе ее не предупредила. А между тем, льготы по ее оплате все-таки предусмотрены законом. Вот список категорий граждан, которые освобождены полностью от уплаты курортного сбора. Это и участники Великой Отечественной, инвалиды 1-й, 2-й групп. Всего 19 пунктов. Сейчас оплата сбора исключительно наличными, что удобно не всем отдыхающим. Расчет по карте, пояснили представители руководства местного санатория, будет введен в ближайшее время, пока на краевом уровне отлаживаются все налоговые и иные механизмы. Связанные с безналичным переводом средств. Большинство клиентов к ситуации относятся с пониманием. Тем более, что вырученные за счет сбора средства должны пойти на строительство и содержание объектов общего пользования, таких как скверы, пешеходные зоны, элементы благоустройства и прочее. До сих пор финансовое бремя лежало на самих санаториях. Раньше территория общего пользования курорта, она ремонтировалась, улучшалась за счет средств частных организаций, в том числе, да не в том числе, а основную массу этих работ проводили мы. Мы тратили на поддержание инфраструктуры порядка 6-7 миллионов в год. Глава города Белокуриха Константин Базаров в новшестве видит только плюсы. Дополнительные деньги можно будет направить на другие проекты. Белокуриху-2, 3, геопарк. Закон не позволяет за счет курортного сбора ремонтировать, например, автомобильные дороги. Но и места общего пользования серьезная трата расходов. Средства, которые планируют собрать в этом году с более чем 30 мест размещения, санаториев, отелей, пансионатов города впечатляют. Учитывая, что он не с 1 января, а с 1 мая, и учитывая, что первый год предусматривает не 50 рублей, а 30, мы планировали бы порядка 30 миллионов получить местный бюджет. Соответственно, эта сумма у нас предварительно в бюджете и местном предусмотрена. Список объектов, на которые в первую очередь потратят средства от курортного сбора, еще утверждается. Но уже известно, что туда войдет прибрежная зона, реки Белокурихи, гостевой маршрут, также облагородят въезд в город. Общественное обсуждение этих объектов будет предельно открытым с учетом мнения широкой аудитории. Ожидается, что это произойдет уже летом. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. В Алтайском крае широко отметили 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Всего в регионе прошло больше ста праздничных мероприятий, в которых приняли участие сотни тысяч земляков. О самых ярких из них расскажет Анастасия Дороган. 9 мая они вновь первые в строю. Только вместо орудий – гвоздики. Их живые герои несут павшим. Пришли, несмотря на возраст и болезнь, ведь поклониться однополчанам – святой долг. Исполнить его пришли и потомки солдат самой кровопролитной войны. День победы на Алтай по традиции начался с возложения цветов к мемориалу славы. Мы же там немцев гнали, воевали. Вот это же наш именно праздник. Мы рады были. Брат у меня погиб как раз 9 мая. 29 лет ему было. И вот я цветы положила. Алтайский край подарил фронту больше полумиллиона самоотверженных солдат. Они воевали в танковых дивизиях, артиллерийских расчетах, снайперских отрядах. Домой не вернулся каждый второй. И трудно найти семью, которую бы обошло горе. Дорогие ветераны, у вас наша сила и вера. Ваши внуки и правды, достигая величие и свершение солдат победы, встали из двори бессмертного полка. Многокилометровая река памяти в Барнауле, как и в любом населенном полке 9 мая, это главная площадка вот уже шестой год подряд. В этот раз в акции бессмертный полк участвует 60 тысяч человек и впервые на плакатах много женских лиц. Связистов, медсестер, разведчиц. Стойкие, строгие, но при этом с большой открытой душой. Несмотря на жестокое время, рассказывают их внуки, женщины оставались женственными и милосердными. Их отправили зимой под Сталинград. И сразу с эшелона раненые оперировать. Мы с подружками, говорит, сам бати, в перерыве в раненых прооперировали, пели песни, танцевали, влюблялись. Что русские сегодня не лакомшиты, в Барнауле доказали традиционным пробегом. На старт встали дети, женщины и мужчины, последние бежали 10 километров, и инвалиды-колясочники. Сложная дистанция, трудная вернее. Но я ее преодолел, справился, очень рад. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Город не только пел. Каждый из участников праздника готов был рассказать боевой путь своего героя семьи и раскрыть секрет памяти поколений. Фильмы военные, о технике, о том, как люди учились на этой войне в концлагерях. Мне это нужно, чтобы узнать историю получше, для того, чтобы прочувствовать на себе, а ужасу того времени. А жители Бийска не могли пройти мимо автомобиля ГАЗ-67. В сороковые машина ездила на передовой. Так же, как и мотоцикл с пулеметом Дегтярева. В Рубцовске День Победы на главной площади встретили 12 тысяч человек. Зрители ждали военный парад и особенно выступления бойцов спецназначения. Живых свидетелей войны в Алтайском крае осталось всего 1200 человек. И большинство из них свой главный праздник встречают дома, в кругу семьи. Рядом с теми, за чью жизнь они воевали. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Николай Шелко, Андрей Печоркин. Наши новости. В Барнауле зажгли тысячи свечей в память о медработниках, которые самоотверженно исполняли свой долг в годы Великой Отечественной войны. Студенты из медуниверситета, врачи и школьники колонны прошли по Ленинскому проспекту до площади Победы. Ирина Корчагина расскажет подробнее. Как переливать кровь под шквальным огнем? В антисанитарных условиях извлекать пули и несколько часов не отходить от операционного стола. Все это, к счастью, они знают только по рассказам преподавателей. В строю две тысячи белых халатов. Вопрос, что их заставило выйти на вахту памяти, даже неуместен. Служил прадед, прошел до 43-го года, был медиком, между прочим. Мы уже второй год в этом участвуем. И когда мы подходим к мемориалу славы, это, конечно, неописуемые чувства. За годы войны погибло более 85 тысяч врачей, санитарок, медсестер. И несколько сотен студентов медуниверситета решили почтить их память. Все они идут молча и никто не покидает строй. Акция «Дорога милосердия» проходит в седьмой раз. Идея возникла у студентов Барнаульского медуниверситета. В этом году ее поддержали в Томске. Линия бессмертного полка, она продолжается, но уже в профессиональных направлениях. Я думаю, это поддержано будет в стране. Финальной точкой шествия стала площадь Победы. Там будущие врачи возложили цветы к мемориалу славы. В память о тех, кто лечил раненых красноармейцев не только медикаментами, но и ласковым взглядом. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Мы продолжаем знакомить вас с ветеранами Великой Отечественной войны, героями и победителями. Сегодня наш корреспондент Елена Кузовкина встретилась с Михаилом Максимовичем Матвеенко. Он служил в танковой бригаде, вместе с другими бойцами находился на броне. Выжить в такой ситуации было крайне сложно. Сейчас ветерану 92 года. Вы разрешите не 9 мая, но 10-го с праздником победы вас поздравить. Спасибо. Примите от нас небольшой скромный букет. Здоровье вам самое главное. Михаил Максимович на встречу с нами согласился с удовольствием. За чашкой чая ветеран поделился самым сокровенным. Хотя говорить было очень сложно. Участник Великой Отечественной войны с трудом сдерживал слезы. 18 лет его забрали в армию, а беззаботной юности оставалось только мечтать. Немцы очень много грязных дел натворили. Они издевались над народом. С женщинами относились отвратительно. Теперь остальных за людей не считали. И нам было трудно оставаться людьми, говорит Михаил Максимович. Все рвались в атаку, желая отомстить. Матвиенко в числе других бойцов ввел оборону находясь на броне танка. Таких солдат называли смертниками. Он дважды был ранен. На парадном кителе медали за освобождение Смоленска, Варшавы и Праги новость о победе Михаил Матвиенко встретил в Берлине. Если бы вы знали, как встретили войну конец, мир живой остался. Это главное. Живой остался. А еще в память о войне у ветерана остался сборник собственных стихов, писать которые он начал сражаясь за Родину. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Свой праздник в День Великой Победы устроили жители Октябрьского района Барнаула. Арминистрация района совместно с Сибирской медиагруппой организовала концертную программу. Техника времен Великой Отечественной войны, военные песни и актеры в гимнастерках создали атмосферу весны 45-го года. С праздником жителей Октябрьского района! Советский ЗИЛ периода Великой Отечественной войны. Самые маленькие жители Октябрьского района приходят в восторг. Несмотря на свой юный возраст, они уже знают о силе техники Красной Армии. Чтобы перевозить военных, например, разведчиков или еще кого-то. Под легендарные Катюша, Смуглянка, Темная ночь некоторые жители Октябрьского района танцевали прямо в гимнастерках. Я вот так выражаю свою акцию. Я помню, я горжусь. Ну, просто одет, чтобы оформить с 45-го года и вот эти бутафории орденов и награды. То есть были любимые награды моего деда. К праздничной программе присоединился Банк Восточный. От банка была организована фотозона в антураже военного времени, где каждый смог бесплатно сделать фото. А те, кто верно ответил на вопросы Викторина, получили ценные подарки от банка. Книги из коллекции Слово связанное с банком, с финансовым. Татьяна. Тогда давайте филиал. Филиал банка. Супер. Счет в банке, да ты умница. Оказалось, что даже юные жители района могут посоревноваться со взрослыми в финансовой грамотности. Это как личное дело каждого родителя. Он должен, конечно, проводить ну, как разговоры по этой теме, чтобы ребенок был ознакомлен с этим вопросом. От лица всех сотрудников ведущей поздравили ветеранов и жителей города с Днем Великой Победы. Экспресс-курсы тест-драйв будущих супругов в Бийске запускают оригинальный волонтерский проект «Семейный старт». Его главная цель препятствовать многочисленным разводам в молодых семьях, особенно в первые пять лет супружеской жизни. По статистике, в это время распадается до 70% пар. Накануне с новым семейным проектом познакомился депутат Госдумы Александр Прокопьев. «Есть такой процесс бракоразводный, масштабный, к сожалению, связан это с какими-то бытовыми вещами, опять же, о чем вы говорите, неподготовленные люди принимают решения на волне цветочно-конфетного периода, а потом все-таки сталкиваются с житейскими трудностями, с психологией». Проект разработан в рамках национальной общественной программы развития человеческого капитала. Реализуют его на базе Бийского педагогического колледжа. Авторы семейного старта особое внимание намерены уделять психологической подготовке будущих супругов. Кроме консультации, молодежь в обязательном порядке ждет специальный тренинг, где в разных ситуациях парни и девушки примерят на себя роль мужа и жены. Те, кто преодолеет этапы, ждет помощь в организации свадьбы. Первыми необходимости внедрения данного проекта нами было проведено психологическое исследование. В тесте вопросы касались именно отношения их к браку, отношения к будущим детям, отношения к пробному браку, наличию навязанности, мнения со стороны окружающих. 10% опрошенных не готовы к вступлению в брак, частично готовы 52% и готовы к браку 38%. Александр Прокопьев намерен оказать информационную поддержку проекту. По мнению депутата Госдумы, программа подготовки к созданию семьи будет востребована и найдет большой отклик, так как основы семейного уклада и ответственного отношения к браку в таком формате в крае больше нигде не разъясняют. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. И в завершение выпуска прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды компания Эвалар. А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Эвалар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу. На большей части территории края немного потеплеет. Будет облачно, но без осадков. Ветер умеренный, юго-восточный. 13 градусов выше нуля ожидается в Камни на обеи Тальменки. На 3 градуса теплее в Алейске и Рубцовске. Плюс 18 в Белокурихе. В Барнауле ночью около 4 тепла, днем плюс 14. Ясно. А на этом у нас все. Всего вам доброго и до встречи в эфире.